Музыка Всем привет! Продолжаем наши уроки. Чаня очень настроена продолжить занятия. Голодная, готовая к упражнениям. И сейчас сосредоточимся, да, моя девочка? Сегодня мы рассмотрим важный момент, который не совсем связан с дрессировкой, но часто создает множество проблем, если его упустить в раннем возрасте. Это различные манипуляции, действия, приучение к ошейнику, крышка когтей, осмотр зубов, приучение к ошейнику, к поводочку. Те проблемы, которые чаще всего возникают уже в возрасте, когда щенок начинает показывать свой характер. И даже если мы начинаем обучать щенка этим всем моментом, мы не всегда правильно делаем акцент на начальном этапе, и, соответственно, щенок начинает считать, что это что-то неприятное для них. Вам важно понять, что если у вас собака с большим шерстяным покровом, если ваша собака в будущем будет большой и серьезной, любые конфликты, которые на начальной стадии можно обойти, вы должны обходить. То есть собака должна приучиться к тому, что любые манипуляции, которые вы с ней делаете, всегда приятны и всегда связаны только с хорошими положительными вещами. У нас есть ошейничек, у нас есть поводочек. И мы рассмотрим моменты, как вначале приучить собаку к поводку и ошейнику. Ошейник обычно достаточно простая процедура в этом возрасте. То есть если мы правильно подкрепляем собаку и показываем ей, что это такое, то есть одеваем ошейник, даем лакомство. Одеваем ошейник, даем лакомство. Лучше всего вначале приобрести какой-нибудь ошейник, который не будет застегиваться на дырочки, а застегивается при помощи карабина, который легко одеть и снять. Фактически в этом случае щелчок ошейника будет означать то, что она сейчас получит лакомство. Не нужно оставлять собаку надолго в нем, не нужно заставлять ее нервничать. То есть вот сейчас чане показывают, мне неприятна эта штука. Мы можем просто подержать его в руках. Собака видит, что у нас есть какая-то вещь, связывает ее с получением лакомства. Желательно, чтобы в ошейнике щенок находился сначала всегда под вашим контролем, чтобы вы могли отвлечь его, если он начнет беспокоиться, пытаться его снять, если он будет его беспокоить и новые ощущения будут для него чем-то неприятными. То есть если вы хотите избежать момента, когда вы надеваете ошейник и этим самым вызываете у щенка какой-то негатив, можете просто одеть его через голову спокойно и сразу же отвлечь щенка лакомство. Если щенок реагирует нормально, вы можете продолжить просто поощрять его за то, что ошейник на нем и ничего страшного не происходит. Всегда старайтесь сделать это настолько дозированным, начальное приучение к ошейнику, чтобы не вызвать никаких негативных ощущений и не вызвать щенка на конфликт. То же самое, только немножко сложнее происходит у нас с поводочком ошейников. Поводок это очень важный инструмент, которым вы будете очень часто в будущем пользоваться. И на начальном этапе очень важно объяснить щенку, что ничего страшного в том, что у него появилась какая-то новая вещь, которая, по его мнению, ограничивает его свободу перемещения. Поводочек всегда лучше всего пристегивать сразу же к ошейнику, чтобы не бороться потом с щенком, не пытаться его ловить, не пытаться хватать его. Лучше всего, когда поводок будет очень тоненьким в начале, не будет тяжелым. Лучше всего не использовать рулетку что-нибудь тоненькое капроновое или брезентовое. Ни в коем случае не нужно хватать собаку сразу же за поводок и пытаться куда-то ее вести. Для начала попробуйте просто поработать над тем, что мы уже делали, то есть жестом, навести собаку к себе, показать ей, что она двигается с поводочком, поводок ей абсолютно не мешает, не создает ей особого дискомфорта. Хорошо. Напоминаю, что в этом возрасте поводок нам абсолютно не нужен для обучения. Ни в коем случае не нужно брать собаку на поводок и тащить ее куда-то гулять. Эффект будет полностью противоположным. Очень важно понимать одну простую, но важную истину. Если мы берем поводок и начинаем тащить щенка к себе, мы получаем абсолютно обратный эффект. Поводок, который натягивается, побуждает щенка двигаться в противоположную от нас сторону. То есть любое натяжение поводка вызовет именно такую реакцию и вам нужно сначала просто приучить щенка к тому, что поводок абсолютно не натягивается, не ограничивает его свободу и не мешает ему дальше взаимодействовать с вами. Опять же, если мы все делаем правильно, мы получаем абсолютно нормальную реакцию и можем продолжить закреплять правильную реакцию на кличку, работать над концентрацией и продолжить работать с щенком над будущим костяком наших команд. Сегодня Чани очень хорошо замотивирована и гораздо спокойнее и четче выполняет те действия, которые мы и показываем. Мы видим уже более осознанный момент работы. Чани. Молодец. Браво. Нет. Чани. Молодец. Да. Чани. Молодец. Умничка. Нет. Чани. Хорошо. Браво. Да. Чани. Молодец. Хорошо. Браво. Молодец. Хорошо. Браво. Отлично. Хорошо. 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 Сейчас мы немножко поработали, мы незаметно отстегиваем поводочек, чтобы опять же не привязываться к его присутствию или отсутствию и можем его убрать. Также те же действия должны происходить при приучении щенка к расческе, к каким-то манипуляциям с лапками. То есть чаще всего возникают проблемы, когда мы хотим постричь когти или... Да. Вытереть лапки после прогулки, если собака живет в квартире. Чтобы этого не происходило... Да. Мы спокойно прикасаемся к лапкам. Если нет никакой реакции в попытках убежать или укусить нас за руку, то мы включаем маркер «Да» и прощаем щеночка лакомством. Да. Чани. Чани. Да. То есть все делается очень спокойно, без каких-либо физических воздействий, просто прикосновениями мы отмечаем «Да». То, что в дальнейшем может превратиться в манипуляции по уходу за собакой. То же самое вы можете проделать с щеточкой, проделать с полотенцем, с чем угодно. То есть все моменты, которые вам пригодятся в будущем, вы должны проделать сейчас. Да. То есть тот же показ прикуса, напоминаю, мы не привязываем сейчас наши действия никаким командам. Мы показываем щенку, что есть определенные воздействия на него, определенные манипуляции, которые приносят ему сейчас выгод. Да. То есть если мы хотим в будущем получить спокойный показ прикуса зубов, мы просто прикасаемся к мордочкам, можем даже чуть-чуть приподнять губы. Да. Если щенок реагирует спокойно, маркером отмечаем правильное поведение и даем вкусняшку. Да. Да. Главное, чтобы щенок реагировал всегда спокойно. Да. И вы не делали лишних каких-то действий, которые будут провоцировать его на агрессию или на страх. Да. Да. Опять же напоминаю, что упражнения наши, любые манипуляции, любые упражнения проходят очень коротко, без всяких задержек, без утомления для собаки. Вот в руках у нас есть щеточка, мы не собираемся пока причесывать щенка, мы просто хотим ему показать, что это будет означать в будущем. Еще раз напоминаю, мы пытаемся показать, что любые процедуры, любые манипуляции будут только приятны для него. Да. 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 Если вы будете проделывать данные процедуры каждый день по чуть-чуть, вы сможете убедить собаку в том, что это очень здорово. Ничего сложного в этом нет. Сейчас мы рассмотрим еще один важный момент. Это наше взаимодействие с щенком, игры и возможность ему объяснить социальную значимость общения между нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok